Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 150 вопросов и ответов. Мэрия Сочи приняла участие во всероссийском приеме граждан. Из сквера будет видно море, а на набережной пляжа Ривьера продолжается масштабная реконструкция. В Сочи при проверке автобусов выявлено 84 нарушения ПДД. Инспекторы просто ехали следом по маршруту. Подарить радость просто. В крае стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Конституция Российской Федерации отметила накануне 26-й день рождения. Она была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. С праздником кубанцев поздравили полномочный представитель президента России в ЮФО, глава региона и председатель законодательного собрания края. Главный государственный документ закрепил принципы современной России, определил полномочия ветвей власти, а также гарантировал права и свободы граждан. Ключевая идея основного закона состоит в том, что государство должно состоять на службе у нашего общества, обеспечивать равные условия для всех граждан, защищать их права и свободы. В Краснодарском крае много делается для развития экономики, социальной сферы, здравоохранения, науки и образования. Кубань уверенно развивается. И это стало возможным прежде всего благодаря жителям Кубани, их конкретным заслугам и достижениям. Конституция – это не просто главный документ, основной закон. Конституция – это наша жизнь. Это наша жизнь, это на самом деле права, возможности. Конституция – это основа в целом для правовой системы нашей страны. На самом деле это главный закон. Но самое главное, что Конституция 26 лет назад позволила сохранить целостность России и единство народа. Вот ее историческое местие. Мы сегодня ощущаем огромную поддержку президента нашей страны, правительства нашей страны, о нашем крае. Губернатор отметил, что Конституция открыла всем жителям страны новый созидательный путь развития. Поставила четкие цели, а также дала новые смыслы и ценности. Знать и бережно относиться к основному закону – долг каждого из нас. В 1993 год ушла советская страна, ушло 40% территории и 40% экономики великой советской державы. Но нужно было сделать все, чтобы в то непростое время великая страна Россия возродилась. И для этого, конечно, нужен был самый главный, основной, первый, необходимый для развития закон Конституция. Это был вопрос жизни и смерти будущей страны России. И еще неизвестно, была бы она великая, либо нет, если бы, конечно, не наш президент, который сделал снова Россию великой державой. Но в основе был 1993 год. Год принятия российской новой Конституции. Давайте просто с уважением относиться к истории нашей страны. Сегодня уже история, а вчера – это судьбы где-то наши, судьбы наших родителей. С уважением. С уважением, потому что на самом деле мы живем сегодня. Сегодняшний праздник стоит в одном ряду с днем рождения страны, с днем России. И это неудивительно, ведь именно Конституция является правовым каркасом нашего государства, его надежной демократической основой. На праздничном концерте самые активные жители края получили государственные награды из рук полномочного представителя президента России и главы Кубани. В Краснодарском крае формируется новый кадровый резерв для всех уровней управлений. Об этом говорил губернатор с победителями конкурса «Лидеры Кубани». Вместо протокольной встречи получилась настоящая дискуссионная площадка. Губернатор давал советы финалистам, а те предлагали собственные проекты для развития региона. Сама эта встреча говорит о том, насколько важен конкурс. Губернатор принимает лидеров Кубани. Из более чем 5000 претендентов лучшими стали всего 25. Три победителя и 22 лауреата. Каждый из этих амбициозных молодых людей уже на примете бизнес-компаний и госструктур. Все свои инициативы, немаловажно, что касается вас, тех, кто победил в конкурсе, уметь интегрировать в реальную жизнь. Это самое, наверное, сложное. Инициатива без результата. Это прожект. А у вас должны быть проекты. Много еще факторов, которые влияют, в том числе на успех лидера, на успех управленца. Неважно, еще раз подчеркиваю, в какой сфере, в органах власти, либо в органах, или в бизнесе вы будете управленцами, лидерами. Успех, он везде одинаков. Успех – это признание правильности решений, приоритетности решений того человека, который отвечает. Либо за предприятие, либо за район, либо за регион. Признание его, еще раз подчеркиваю, правильности решений. Которые подтверждены результатом. Результатов своей нынешней деятельности многие из финалистов уже добились. Здесь директора коммерческих компаний, главы сельских поселений, педагоги из ведущих вузов региона. Но им есть еще чему поучиться. Победители получат по полмиллиона рублей на международную образовательную программу. Уже состоявшись в управлении, зачем вам это надо? Прежде всего это опыт. Почему? Потому что в любой организации это аберрация близости. Когда ты видишь коллег, ты можешь измерять с ними опыт, но не обладаешь объективной оценкой в сравнении с опытом других коллег в других направлениях. Поэтому я считаю, что такого рода конкурсы – это прежде всего опыт. Второе – это знание. Конкурс – это возможность проявить себя тем, кто готов принимать решения и брать ответственности за общий результат. Во время общения с губернатором лидеров взяли инициативу в свои руки. Круглый стол превратился в дискуссионную площадку. Вопросы от конкурсантов звучат как экспертные мнения. Каждый из финалистов – профессионал своего дела. Вот мэр Кореновска говорит о наболевшей для муниципалитетов проблеме при строительстве объектов. Любой проект, когда мы подходим к реализации, он подвергается корректировке. То есть не было такого случая, когда сделали проект, он пошел в экспертизу, и он вообще ни в какой-то части не был откорректирован. В итоге это ведет либо к перепроектированию, либо к срыву сроков. Давайте создадим либо банк этих проектов, либо проектную организацию на уровне субъекта, которая будет проектировать его, который уже будет вот этот днем проект реализован. Оно вроде как есть, это называется типовые проекты. Но вопрос в чем? Что любой типовой проект, как меня уверяют, его невозможно сразу реализовать, потому что нужно привязывать к конкретной территории, к конкретному участку. А дальше там уже есть тех условий, которые везде и везде разные. Нельзя взять типовые проекты, взять и просто его сделать многоразовый. Вот здесь я буду тебе признателен, но у тебя какое образование? Я землеустроитель. Вот. Если у тебя удастся сделать так, чтобы проекты были на самом деле типовыми и не требовали дополнительных денег, как я уже сказал, равных по стоимостью на их изменения, то, поверьте, тебе будет очень серьезное в жизни назначение. Такая задачка от губернатора теперь, пожалуй, главный приз для молодого мэра. Отличительной чертой краевого конкурса управленцев как раз и стало использование во время испытаний кейсов, с которыми реально сталкиваются на госслужбе и в бизнесе. Успешно соперничали с мужчинами и девушке, разрушая мифы про слабый пол. Оксана Ус, педагог Кубанского государственного университета, подняла тему образования. В этой сфере считает она три основных проблемы, две из которых в крае удачно решают. У нас успешно в крае, я даже не побоюсь сказать, что мы, наверное, одни из лучших, кто решает проблему количества школ и детских садов. И я бы хотела обратить внимание на проблему дефицита кадров. Молодые педагоги, они боятся идти в школы. Очень важно, когда ты приходишь к какому-то новому делу, необходимо, чтобы кто-то тебя за этим поддержал. Можно это рассмотреть? Вопрос материальной поддержки наставников для молодых педагогов. Нам нужно называть вещи всегда своим языком. И здесь проблема-то не в том, чтобы платить за наставничество, либо нет. А проблема в том, что зарплата учителей на самом деле не такая, какая должна быть. Важно понимать все равно, что нужно делать по-настоящему для решения проблемы. По-настоящему для решения проблемы. А здесь решение только одно, увеличение зарплаты учителей. Профанацией заниматься опять, популизмом, понять там, на 500 рублей, кто-то заявляет из всех утюгов, что я поднял зарплату учителя. Неправильно. Если уж поднимать зарплату, так поднимать, чтобы это было ощутимо. Мы сегодня максимально нацелились по словам, что у нас будет бюджетом в следующем году, чтобы поддержать молодых специалистов, особенно, которые едут в сельскую местность, в сельские школы, в сельские больницы. Безусловно, мы должны. Мы должны. И это мы сделаем. Встреча с Вениамином Кондратьевым длилась около часа. Дольше не позволил напряженный график губернатора, который сразу после уехал на совещание. Будто в напоминание конкурсантам, что настоящий управленец должен параллельно выполнять сразу несколько задач. Ну а о развитии гражданского общества говорили сегодня на заседании Краевого совета по правам человека. Возглавил совещание губернатор. Вениамин Кондратьев вместе с общественниками обсудил их взаимодействие с органами власти. Активисты, например, помогают следить за тем, как тратятся бюджетные деньги. Глава региона уверен, что границы такого гражданского контроля необходимо расширять, в том числе в сфере госзакупок, градостроительной отрасли и работе с обманутыми дольщиками. В совет по правам человека при губернаторе входят больше 30 представителей ведущих общественных организаций Краснодарского края. Такая площадка помогает выстроить прямой и эффективный диалог с властью. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok Кубань, Рождественский базар. Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождество, авторские изделия, аксессуары, ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря. Жемчужина. Вход свободный. И к другим новостям. В ДТП в Сочи погибли 4 человека. Авария произошла накануне вечером на трассе Адлер-Альпика-Сервис. По предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Range Rover под управлением 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. В результате ДТП водитель Volkswagen и троего пассажиров погибли на месте аварии. Водитель другой иномарки доставлен в больницу. На месте работали следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, врачи и дорожные службы. Временно была изменена схема дорожного движения. Сотрудники ДПС перенаправляли весь транспортный поток по старой дороге на Красную Поляну. По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства. В Сочи при проверке автобусов выявлено 84 нарушения правил дорожного движения. Это лишь некоторые из итогов операции «Автобус». Ее с 3 по 13 декабря провела Сочинская госавтоинспекция. Госавтоинспекторы проверяли автобусы во время движения по маршрутам и при выходе на линию. Особое внимание уделяли соблюдению режима труда и отдыха, а также выполнению правил дорожного движения. Для этого организовали скрытые проверки. Инспекторы ехали на машине за автобусом и фиксировали нарушения правил дорожного движения, а на конечной остановке на водителя составляли административные материалы. За 4 дня было осмотрено более 200 автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных, выявлено 84 нарушения. 15 материалов составлено на сотрудников, отвечающих за выпуск транспорта на линию, и 2 в отношении юридических лиц. На набережной пляжа Ривьера продолжается масштабная реконструкция. Рабочие приступили к сносу старых построек и перекрытий в районе лодочной станции. Сейчас этот городской пляж является центральным для Сочи, а ветхие помещения и здания не входят в новую концепцию реконструкции, которую поручил провести глава города Алексей Копайгородский. Практически будет зачищена вся пляжная территория с выходом к реке Сочи. Дальше второй уровень данного пляжа тоже самое будет снесен, для того, чтобы люди, находящиеся на верхнем, на первом этаже сквера пляжа Ривьера, видели море открытым. Знаменитую лестницу, ведущую к пляжу, расширят, а ларьки по обе стороны от нее уберут. Концепция реконструкции пляжа Ривьера сейчас находится на утверждении, после чего ее представят жителям города. Мэрия Сочи приняла участие во всероссийском приеме граждан. На вопросы горожан отвечал глава курорта Алексей Копайгородский, его заместители и руководители профильных ведомств. Большая часть проблем, озвученных сочинцами, была связана со строительством, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Житель села Верхний Николаевский обратился со своей проблемой к мэру Сочи. Он дважды не смог согласовать строительство частного дома на своем участке из-за наличия замечаний. На приеме у главы специалисты объяснили, что необходимо сделать, чтобы эти замечания устранить. Были в этот день обращения, связанные с организацией работы общественного транспорта, законностью начислений за коммунальные услуги, ремонтом дорог и предоставлением путевок в сочинские санатории. По каждому вопросу специалисты предлагали алгоритм решения проблемы. В связи с большим количеством земельных и имущественных вопросов, Департамент имущественных отношений, Департамент строительства и управления муниципального земельного контроля продлили прием граждан до поздней ночи. Всего же в общероссийский день приема граждан было принято более 150 сочинцев. Также со своими вопросами жители города могут обратиться к главе курорта и его заместителям и в другие дни. Алексей Копайгородский регулярно проводит личный прием граждан. В Краснодарском крае в следующем году снимут возрастные ограничения по программам для врачей. Программа «Земский доктор» действует в Край с 2012 года, а с 2018 реализуется программа «Земский фельдшер». За это время в небольшие населенные пункты было привлечено более 3000 медицинских работников. Однако участвовать в этих программах могли только молодые специалисты. Сейчас вносятся изменения в постановление губернатора снятий со следующего года возрастных ограничений для участия в этих программах. Таким образом, медработники старше 50 лет смогут получить единовременную компенсацию в 1 миллион рублей при трудоустройстве в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек. Снятие возрастных ограничений будет способствовать привлечению медиков на работу в небольших населенных пунктах. Уже заключено 195 договора с врачами и 132 с фельдшерами. Люди старшего возраста зачастую хотят переехать из большого города и поселиться в более экологичном населенном пункте с размеренным ритмом жизни. Теперь у них для этого появится дополнительная возможность, отметили в Краевом министерстве здравоохранения. За время действия программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» больше всего договоров заключено с медицинскими работниками в Северском, Денском, Красноармейском, Выселковском, Тихорецком и Каневском районах. Там работает больше 750 специалистов. К другим новостям. Благотворительную акцию «Елки желаний» поддержал губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев у себя на страницах в социальных сетях запустил челлендж, в котором предложил выкладывать в интернет фотографии тех самых «Елок желаний» или подарков для детей. Также нужно пригласить своих подписчиков поучаствовать в мероприятии и добавить хэштеги «Мечты детей должны исполняться» и «Елка желаний-2019». В крупных торговых центрах Краснодара и муниципальных образований края установлены более 50 «Елок». На них размещены открытки-снегирьки с мечтами о подарках ребят с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это простые и детские желания, которые каждый из нас сможет осуществить. Приглашаю всех принять участие в акции и на Новый год подарить детям возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить их сердца радостью. Каждую игрушку волонтеры лично принесут маленьким адресатам в канун новогоднего праздника. Ежегодно с помощью благотворительной акции более 10 тысяч мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки. Городской конкурс талантов «Минута славы» прошел сегодня в Сочи. Свои способности продемонстрировали и сочинские вокалисты, танцоры и чтецы. Минута славы городской конкурсы – открытая сцена, на которой возможность проявить себя дается сочинцам всех возрастов. Сегодня самой юной артистке 5 лет, а среди участников номинации «Художественное творчество» оказалась волонтер серебряного возраста. Этим конкурсом мы пытаемся раскрыть эти таланты, чтобы таланты эти увидели и руководители подведомственных учреждений управления культурой. В дальнейшем могли они приглашать их на городские мероприятия. У нас школьники, у нас ребята из детского сада, студенты, люди, которые уже преклонного возраста выступают. Мы действительно городской конкурс талантов, который пытаемся объединить молодежь, сблизить ее и, так сказать, налаживаем и межэтнические отношения. Сегодня на сцене Дома культуры Айлита прозвучали и произведения классиков, и стихи собственного сочинения. Ну а студенты добавили ритма и исполнили песни, которые сегодня пользуются большой популярностью у молодежи. Нам очень нравится, что у нас в Сочи проходят такие мероприятия, когда можно себя проявить, показать. Это очень интересно, очень увлекательно. Мы надеемся, да, то, что наш колледж увидит, что мы умеем танцевать. Сами поставили танец, как-никак, сами организовались. Вот, и надеемся, что нас в дальнейшем будут брать также на мероприятия, и мы будем танцевать. Ну, это очень интересно, как бы показывать себя, чтобы люди посмотрели, как может молодежь отжигать. В жюри хореографы, работники сочинской библиотечной системы, сотрудники городского управления культурой. Вокалистов же оценивал популярный певец, финалист проекта «Голос» Армен Авджан. Когда талантливые дети, они заметны сразу, и публике, и нам. Увлеченность, способность, умение себя вести правильно на сцене. Желаем им всегда, чтобы они дальше продолжали. Ну, так, те, кто, допустим, просто себя проверяет, как вот ихнее это или не ихнее, мы также стараемся им об этом сказать или как-то что-то подсказать, в общем, если дальше развивать или вообще не петь. Так что бывает и такое. Победители определяют во всех номинациях, но подарки получат все участники городского конкурса «Минута славы». 15 декабря они дружно пойдут в цирк на новогоднее представление. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Скоро Новый год. Пожалуй, ни один праздничный стол не обойдется без рыбных деликатесов. Вкусные и свежие продукты прямо с Камчатки можно будет купить, не выезжая из Сочи. С 19 декабря в гранд-отеле «Жемчужина» начинает свою работу выставка продажи рыбной продукции. Представлен исключительно свежий улов. Более 35 видов рыб, в том числе белорыбеца, нерка, чавыча, кижуч, палтус. Даже требовательных гурманов восхитит отменный вкус этих деликатесов. Такая рыба содержит незаменимые микроэлементы – полинасыщенные жирные кислоты, омега-3. Представлена будет рыба горячего и холодного копчения, а также свежайшая красная икра. Выставка продажи будет работать с 19 по 22 декабря в гранд-отеле «Жемчужина» – павильон «Икра и рыба Камчатская». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях – в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.